всем привет моя фамилия лысы это мой блог в которой я буду рассказывать о жизни войне и разных других интересных фактах которые нас начали окружать после 24 февраля сегодня классный день потому что сегодня есть супер юбилей 20 тысяч мертвых орков повара десантники рядовые днр овцы лежат и гниют по лесам и полям нашей родины и этот список продолжает пополняться по данным нашей разведки только за этот период погибло 80 процентов в девешников давайте посмотрим видео какие могилы просто колоннами заполняют россиянские кладбища ну кроме этого конечно всяких этих типа супер бойцов которые гибли в первые вообще минуты наступления есть еще отдельное подразделение вот таких вот типов которых называют чмоне к этой теме мы еще вернемся на самом деле но просто посмотрите на этого типа который стал просто разрывным мемом говорят что в тик токе там хэштеги уже переваливают за десятки миллионов зацените воина ну тут утилизация в украине идет вот таких чмонь полным ходом на самом деле и продолжается эта жатва каждый день пока на россии проводят в общем-то такую операцию как скрытая мобилизация там всяких типа действующих алкашей собирают каких-то надсменов которые вообще нормальной жизни никогда не видели посмотрите вот просто на эти фотки 1 2 настоящие калошные войска но сегодня мы поговорим по более важную тему как гибель этих всех деле потому что есть лучшая цифра на самом деле это погибших 400 офицеров начиная от лейтенанта заканчивая генерал лейтенантами по данным британской разведки уже есть такая информация что вроде бы уже было утилизировано около шести генералов мы более подробно эту тему обсудим с моим другом побратимом по расследованиям крутым чуваком который уже просто с начала войны ведет этот некрополк как ты его называешь там список уже огромный просто давай о нем расскажем зачем тебе вообще это было надо с начала боевых действий ну слава высушу у нас есть такой список на самом деле я сто процентов уверен что если 20 тысяч погибших то уже список не 400 у нас юбилейный сегодня вместе с москвой мы получили капитана первого ранга командира этого крейсера который утонул и он стал 400 в некрополку на самом деле там их больше я думаю что больше потому что если две 200 тысяч 20 тысяч извините разделить на 400 получается 1 к 50 но офицеров то и знамо больше то есть там 120 должен быть 30 поэтому их больше как вообще пришла идея ну то есть первые дни войны люди видели что кого-то там убили это как там массив начинал накапливаться этих фотографий в каких-то там чмонь там батников все паров дохлых и я решил что смысл давать вот каждого там русского солдата смысла нет освободителя проще сосредоточиться на офицерах потому что офицеры все-таки это идеологическая так сказать составляющая тоже люди которые отдают приказу убивать украинцев отдают приказы они должны были на самом деле есть операции по защите защищать мирное население от как ты говоришь они отдают вот такие приказы позволяют солдатам убивать гражданских вот все что творилось в буче бородянки ирпине происходить это мы уже потом узнали но в любом случае эти люди это люди которые осознанно пришли сюда освобождать украинцев убивая их вот всех тут еще же вопрос в управлении почему они гибнут на себя представить современную войну что генерал находится на передовой очень странно вот некоторые эксперты в начале тоже войны говорили о том что им приходится чуть линии вручную гнать своих подчиненных в бой поэтому такие потери то есть я вот тоже думал что наверное они гибнут то что и приходится их заставлять идти в эту мясорубку и туда прилетает как бы наша артиллерия либо просто их засекают через мобильную связь они же пользуются в принципе нашими сетями это уже работает разведка и утилизирует более детальных ну это может такая версия работать почему такие все таки потери ну как мне кажется у них вот реально первая основная проблема почему большие потери это слабая выучка и подготовка с младшего и среднего командного состава даже там несмотря на то что у них были там операции в сирии там спецоперации где-то еще они абсолютно были не подготовлены к тому что здесь встретят отмобилизованная кадровая армия которая ведет действия боевые не так как они себе представляли ниже шли колоннами финскую войну тоже шли колоннами и такие же были жесткие потери с иди ну танковых частей бронетанковых войск мотострелков нарушен принцип управления войсками то есть не может допустим генерал гнать в бой пистолетом там допустим или собирать колонну в на прорыв там или куда-то еще другое дело да может быть они думали что это будет прогулка поэтому пользовались мобильными телефонами какими-то спутниками они же понимают что они находятся или сейчас уже сейчас понимаешь они находятся на враждебной абсолютно территории то есть тут тебя может убить все там начиная от боевых гусей заканчивая байрактаром ты же понимаешь вот поэтому нужно было лучше относиться к своей безопасности собственно вот это и подчеркивает то что в первый месяц ну войны погибло очень большое количество высших должностных лиц мы не говорим сейчас уже гибнут лейтенанты там капитаны майоры пачками а в основном гибли высшие офицеры то есть подполковники полковники майоры вот вот массово абсолютно то листью очень большое количество сейчас уже больше сепаратистов погибает потому что мы идут наступление собственно это боже на востоке просто более активная сейчас фаза боевых действий идет вот тоже вопрос такой у меня есть цели потери велики все-таки командный состав огромные потери рядовых там похоронки гробы летят туда почему как бы там нет такого кого-то хипиша что никто не приходит и не говорит что мол столько наших тут ребят полигло сыновей там их прочих прочих как бы это движ он как бы лег вообще на дно разговоры уже об этом как-то не ведутся вот и недовольство то местная но местные родственники там в этой россии они не испытывают почему так происходит мне кажется есть несколько причин во первых это тотальное вот зомбирование населения что люди погибли за защиту отечества на чужбине вот их убили плохие националисты там если допустим посмотреть вот мартирологи да вот там погибших некрологи там их они все типичные вот абсолютно типичные погиб уничтожил там националистов нарывался на засаду националистов ну как будто знаешь они воюют низ мобилизованная армия с какими-то партизанами там повстанцами что типа да геррически погиб в бою с металлической дверью да допустим это первый нюанс что они и не понимают что вообще происходит почему люди умирают истинную причину второй нюанс это то что многие считают что у них должен быть культ смерти героизм что это почетно умереть то есть как фашист фашизм это один из признаков фашизма что есть действительно культ смерти вы должны умереть обязательно чтобы прославить себя третий пункт это то что они не хоронят всех массово они хоронят у них вот как-то растянута вся эта процедура они хоронят их вот как-то частями через неделю через 2 там все это растянуто есть не такого чтобы вот сразу похоронили там 5-10 человек погибших вот из одного региона она накапливается постепенно то есть человек по новостям не видит это но не может понять но тот кто не будет искать социальную трагедию специальных игрушек да они они не могут понять то есть те кто-то не следит постоянно он не может понять по новостям это только по соцсетям прослеживается это если там админы допустим этих российских пабликов следят например есть паблики которые там следят выписывают и там реально в комментариях особенно в республиках федерации дагестан там отношение к этой войне очень разное на самом деле от того что пишут мы вас всех найдем там те кто против войны и прибьем потому что ты не мусульманин ты совершаешь вообще в рамадан ужасное преступление и как такое может быть да то есть у них есть регионы где люди понимают но в основном конечно убитые они выходцы из неблагополучных регионов то есть европейской части там не так много на самом деле и они из забитых каких-то деревень поселков там населенных пунктов которые там никогда хорошей жизни не видели для них это то же самое что там вася там в пьяной драке порезал друг друга этому ну вот так медальку дали красиво очень красивые медальки всем раздают там замужество называется это значит посмертно очень красиво все приезжают забирают в общем и там было очень показательно когда мать говорит да мой сын погиб похоронах но это хорошо я все равно за президента там я поддерживаю то есть у них в голове 20 лет уже полный мусор отсутствие собственного мнения которое заменено просто парадигмой вот такой поэтому пока еще думающих людей всех выгнали оттуда выжили просто или люди сами сбежали вот пока вот такая ситуация мы в начале войны помнишь чтобы обсуждали такой вопрос когда там помнишь гибли музыканты находили парадную форму то есть они шли реально как победители сразу проводить парад то есть получается вот ну опять же мы не делаем никаких выводов шли как бы цвет этой россиянской армии сюда шел судя по твоему списку судя по этим общим потерям техники и живой силы если у русских какой-то запас кадрового управления ну я думаю что я вообще ну честно говоря не смотрел какой общий состав этой огромной вообще всей российской армии но я знаю что техника у них есть но аналитики говорят у них реально проблема с людьми то есть те кто уже тут отвоевал они не хотят воевать то есть больше г от 40 процентов второе дело что выбиты там люди с участием опыта в бою в сирии выбиты даже сепаратисты которые 8 лет каким-то чудом пока дам били донбасс живы были и тут они хопа внезапно начала спецоперация не внезапно как-то умерли нужно знаю что случилось с ними очень массово все умирают такие герои великие и конечно они могут перебросить кадровый состав с других регионов российской федерации допустим там тихоокеанский часть но они уже перебрасывали 800 пом 10 бригада морской пехоты все очень закончилось плачевно и действительно вот такие именно элитные части там кантемировская бригады всякая там 1 гвардейский батальон там суворовский севастополя командира убили вот на днях то я не знаю как они будете справляться ну как сказал вот их этот известный оператор пропагандист сладков типа россия выигрывает мобилизации всех и всех на амбразуру то есть полный зар краж в общем называли от нас трупами и все но пока же нет информации у них мобилизация на все скрытое как я понимаю но пока нет они же вот специально в белгороде устраивает эти провокации чтобы сделать хотя бы эти четыре несколько регионов пригодными к мобилизациями отмобилизовать но ты же знаешь что срочники же не воюют но почему-то срочники приходят грузом 200 в россию парадокс просто страна есть такой варик что они просто проведут местное ведут военное положение в определенных частях которые рядом находятся с украиной там объявят какую-то мобилизацию этими ресурсами будут наступать дальше на нас ну смотри да если они даже мусоров уже кидают мусоров в днр кинули этих роту курсантов вообще этого училище мвд просто на мясо как пехоту хотя это офицерский состав младший должен быть подготовленный по идее ну как сорок первом под москвой короче только они не обороняются понимаешь ну смотри вот это вся не называют не отступлением они это называют внутри как бы перегруппировка войск для последующей как и как его называют там второй волны этой атаки я знаю чтобы подготовить просто людей нужно потратить не один месяц слаживание особенно если этого действительно война или боевые действия минимум три месяца три месяца то есть нас ждет как бы эти каких-то тяжелых три месяца либо они будут атаковать ближайшие недели потому что вот кто-то из российских чиновников сегодня заявил о том что спецоперация растягиваться не будет и скоро времени она даже закончится так просто проблема в том что у них нет этого времени они же не смогут подготовить ресурсы нужны чем дольше они затягивают всю эту ситуацию украине войну тем хуже им происходит вообще по экономике эту же орду надо чем-то кормить три месяца снабжать а гур вот даже недавно по вчера давала информацию что списанные броники раздают им уже то есть ты видел советские каски винтовки мосина смотрите все как надо хоп некоторые без бронежилеты воюют особенно вот эти сепаратисты то есть они пытаются продавить пока чем тем что есть потому что потом они не смогут вообще это делать потому что смотри нам каждый день продолжение войны идет в плюс потому что нас снабжают весь мир они ну ты видишь сам что там с кем мы воюем ну то есть конечно нельзя преуменьшать там есть боевые части боевые офицеры серьезная спецподготовка серьезное вооружение но в принципе они уже выдыхаются мы наоборот как бы набираем силу и действительно будет конечно страшный удар потому что они навалят нас массы техники на востоке и пехоты с этим надо что-то делать конечно но ситуация пока конечно такая плавающая еще я вначале показывал прекрасного бойца из днр из горловки которые которого зовут чмоне так вот для справки чмоне его зовут на самом деле андрей рязанцев он учитель из горловки ему 38 лет попал после мобилизации в мотострелковое отделение кстати вот именно эти черти они весь беспредел вот эти мотострелковые части и творят мародерят там насилуют занимаются постой просто хуй всякой но еще танкисты вот и 1 марта рязанцев попал в плен то есть это один из таких племен плененных первых и попал он все эти вот тик ток тренды с него ржутся и угорают на самом деле дичайше просто почему вот такой вот не до воин короче залетела все тренды и в принципе показывает всю эту не до армию как она есть у нас вообще с двухтысячных годов вот после спецоперации да вот и в чечне девяносто девятого года да когда все это закончилось там чеченская война 2 что-то рассказывали всегда кормили сказками украинцев что российская армия 2 в мире что они там как сказал соловьев мы только бровью и все киева не будет все типа давай до свидания а в итоге оказалось что российская армия это вот как колосс на глиняных ногах да когда рассказывает что там супер вооружение супер там концерт калашников что-то делает супер каски супер там ракеты а в итоге мы видим вот такое чмоня получается приходит к нам и что-то нам рассказывает что готова там освобождать нас спецоперация там русский мир давайте братья и ты смотришь что такое думаешь а как это вообще вообще возможно то есть ну у тебя реально такой парадокс возникает вот тут с одной стороны 2 армия мира с другой стороны чмоня как а потом оказывается что как бы если поставить списке фотографий вообще погибших солдат таких чмоня них ну реально процентов 15 точно именно вот точно таких же чмонь то есть такого же роста бойцы не гринадерского роста ты же понимаешь одеты кто ваша хораст как бы тогда списке видел помнишь там в этом есть у тебя тип в шляпе и в пальто стоит такой конь помнишь педальник да это на заставку у нас заценил этот прикол у него позывной позывной дымок был так самое что интересно вот такие вот ребята с этими смешными позывными это украинцы так сказать ну по факту украинцы это жители украины которые просто за восемь лет промыли мозги это можно видеть беседы с пленными ну что человек абсолютно не вдупляет все что происходит что вообще он делает не так но меня позвали идут еще овца на убой какая-то ну вот реально такая позиция если у тебя есть какая-то мотивация допустим у россиян они там типа что-то эти вообще сепаратисты многие ну кроме абсолютно повернутых там на я вот самое знаешь интересное вот меня поражает повернутость человек может быть с нашивкой там ссср а у него может быть там висеть икона сталина а потом еще царь николай второй и он православный это вообще просто вы нас мозга и там много таких они рассказывают что-то про деноцификацию самого там патчи скандинавскими символами там ссовцами позывной дитрих но там кашу в голове наш к ты перечитал книги книг про попаданцев короче решил стать героем новороссии вот они все стали его имя в россии паш мертвыми или пленными дегенератами вот еще наш такой философский тезис и они вам думал по 100 как фейсбуке смотрел и в телеграм-каналах обосраны реальных квартир и в буче в репине я не срали прям не то что мимо унитазов а там в комнате я вот подумал что это чманизм или это просто более что-то глубинное вот такое вот российское мне кажется блин вот даже это просто отсутствие банального вообще уважения к частной собственности вот даже к ну какого-то воспитания я я вот даже не понимаю если люди отсутствие среднего базового образования на самом деле даже если мы в школе учили была русская литература украинская литература ты читаешь книги как бы авторов 19 века начало доставить там нет такого чтоб кто-то где-то там срал это только бабеля можно советского прочитать и там срали и священников убивали ну как бы он описывал этот на самом деле не на булгаков тоже чуть затрагивал там не сало никто то просто беспредел происходил понятно но булгаков и бабели не же хотели показать что так не надо делать шокировать чтобы а эти просто ну как бы с отпустились в общем деградировали до уровня я не знаю такое ощущение что украинец это вот по сравнению с ними это какой-то арийский человек а те унтер меньше честь человек не видел что такое там стиральная машина что начинает их воровать или ковры ну ковры это вообще но это обсуждали это это как называется ковровые войска до ковровой войска сковородка за 300 гривен прости господи а что у вас сковородки не продаются 300 гривен и я он пост запилил там вчера по два аккумулятора это пики какой братом своей жене отправляют 2 к тяжеленных аккумулятора это сколько можно было бы золото и она еще слушает радуется понимаешь еще и там все обе два аккумулятора где ты их продавать собралась то есть конченые насколько что у них даже паш вот этих причин наследственных связей нет этих аккумулятор а вот это просто нич какая-то да у них к сожалению мы никогда не думаешь что вот они там настолько вот деградировали с приходом путина ты например смотришь 90-е годы российская телевидение что-то общается с людьми допустим интернете там появляется да пути образованные все люди что-то говорят какие-то мысли а сейчас такое ощущение что как будто вот стерли и тебе знаешь машину ты первых карту вставляешь она тебе вот тоже воспроизводит что на перфа карте 8 лет где ты был когда бомбили дом били другом да поэтому ниже там одна тема поэтому я с этими там всеми конченными перестал что-то писать муж это же бессмысленная уже но я к началу им пышет еще вы им гадает и на смысл с ними общаться нету никакого они только понимают сейчас язык силы они до сих пор живут в парадигме что они великая страна что им все должны к сожалению для них это не так то есть и жизнь это показывает но они не могут это принять просто почему у нас многие после 24 февраля приняли что они украинцы и живут в украине любят эту страну они не могут принять что это другая страна с другими правилами которые они не были никогда но в основном не знают тут как тут живут люди за 30 91 года они думают что тут мы живем как советском союзе ну плюс еще бандеровцы которые нам все портят там захватывают воинские части прямо курят как знаешь как рода лир 2 как ментальный контроль просто идет над раз вот то же самое не думаешь везде эти нацисты база зол тут база золова может у нас тут тут тоже не ну тут понятно у меня тут у нас полнейшая слава украине как бы поэтому у нас все отлично классная атмосфера спасибо что пришел тебе спасибо еще раз слова в су наши ребята если есть возможность как бы его всякие телеграм-канал инстаграм и просто есть куча реквизитов всяких счетов и можете перевести деньги на в су помогает нашим воинам добивать эту просто нацистскую чернь как бы идти дальше с вами был лысый расскажет там следующий выпуск уже не за горами пожар огонь и сейчас песня руся и и и и и и и и и а и и и и и и и и Я живу чинами, не живи и не ходи, разум ли кто я сынок, не живи и не ходи, я живу с вас. It's time to stop!